МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наверное, главное, то, что нужно подвести итоги этого большого избирательного цикла, больших выборов, это Государственная Дума, это Законодательное Собрание Вологодской области, соответственно, у нас еще были до выбора депутатов. И, наверное, подводя итог вот этого сезона политического, необходимо, можно сказать, провести такую работу над ошибками и обозначить вот эти основные моменты, наверное, для того, чтобы в дальнейшем было легче работать. Может быть, поработав над ошибками, учесть какие-то обстоятельства. Может быть, те люди, которые были вовлечены в кампанию, могли бы учесть какие-то обстоятельства и в будущем учитывать это в своей политической жизни. Я не знаю, насколько пригодится этот опыт нам, потому что каждая, по сути, избирательная кампания, каждый избирательный цикл, он своеобразен. Но он все равно дает определенные уроки, как мы можем сказать и об этих выборах, которые дают урок тому, что происходит в стране, тому, как мы можем идти на выборы, и тому, как оппозиция может участвовать в этих выборах, какие у нас есть шансы и какие у нас вообще есть перспективы в дальнейшем. И, наверное, поэтому мы должны подвести итог и обозначить основные ключевые моменты, события и ход, так сказать, этой избирательной кампании. Ну, по сути, политический сезон начался, наверное, в феврале-марте 2015 года, и я думаю, что он во многом был связан, по сути, с убийством Бориса Немцова. Наверное, после этого определенные политические силы поняли, что демократам необходимо объединяться, о том, что демократические силы должны идти на выборы единым флангом, и отсюда, наверное, появилась вот эта вот основная идея или запрос общества на объединение. В тот момент лицензией на право выдвижения в Государственную Думу обладала партия Парнас, и, соответственно, очень многие политические силы решили объединяться вокруг партии Парнас. И здесь могу сказать, что я, как член Центрального Совета Партии Прогресса, был одним из тех, кто, вот мы вместе с Владом Нагановым были одни из тех, кто предлагал вообще провести объединение Партии Прогресса и Партии Парнас. Провести объединительный съезд, переименовать партию Парнас в Партию Прогресса, потому что я считаю, что Партия Прогресса это более электорально сильное название для партии, и это было бы обновление серьезное, с которым можно было бы идти на выборы. Так сложилась ситуация, что 30 марта мы провели Центральный Совет, высказали эти идеи объединения, но, к сожалению, я считаю, что все-таки, к сожалению, большинство не поддержало это объединение и решили идти в коалицию просто с Парнасом. Наверное, поэтому в дальнейшем мы столкнулись с огромным количеством ошибок, моментов, которые были связаны и с Парнасом, и с развалом коалиции, дальнейшим созданием, развалом коалиции, с участием в выборах в целом. И это особо важный момент. Почему? Потому что вот сейчас, со стороны полутора лет абсолютно очевидно, и зная результат на выборах, абсолютно очевидно, что никаких рисков, ну, которых, скажем так, опасалось и руководство Парнаса, наше руководство, там, партии Прогресса, связанных с тем, что если мы пойдем на объединение с Парнасом, у Парнаса отберут лицензию. Ну, просто, да, то Минюст не даст возможности переименования партии, не даст провести изменения, Минюст не даст провести, там, объединительный съезд. Да, возможно, так бы и было. Но я считаю, что при этом участие в выборах было бы гораздо честнее. Почему? Потому что то, с каким результатом Парнас, сейчас пришел к выборам, показывает, что 0,70 с чем-то там процента, то есть менее одного процента голосов, никоим образом не влияет на ситуацию, есть лицензия у Парнаса, либо нет лицензии у Парнаса, по сути, эта лицензия все равно пропала даром на этих выборах. Поэтому я считаю, что нужно было ставить высокую планку, ставить высокие риски, и тогда мы бы рассчитывали на более высокий результат. Тем более, что власть, как никогда, хотела показать мировому сообществу, внутрироссийской политической жизни, то, что она хочет делать честные выборы. Мы знаем, что была для этого сменена Элла Памфилова, мы знаем, что Вячеслав Володин играл в эту игру, в такую игру честных выборов, и они пытались это изображать. Мы, естественно, знаем, какой был итог, и насколько Единой России понадобилось фальсифицировать выборы все равно, но, тем не менее, у нас был шанс более, считаю, правильного и более сильного участия. И вот, что касается Демкоалиции, естественно, когда была создана коалиция на федеральном уровне, первое, что мы продолжили, и, в принципе, даже нам с Владиславом Нагановым была одобрена эта идея, попытки объединения с партией Парнас на региональном уровне. Вот Московская область и Вологодская область попытались сделать шаг к объединению. В мае 2015 года мы встретились с Константином Мерзликиным, он, в принципе, идею объединения одобрил. Мы вернулись сюда из Москвы для того, чтобы решать этот вопрос как раз с Сергеем Махтановым, который был на тот момент руководителем регионального отделения партии Парнас. При этом, могу честно сказать, мы даже согласились на институт сопредседательства для того, чтобы Сергей Махтанов, представляющий либертарианцев в Парнасе, сохранил свой пост, и мы сохранили баланс тех активистов, которые относили себя к либертарианцам. Мы считали, что это правильно, и как раз это позволяло объединять усилия. Но, к сожалению, здесь сложилась очень плохая ситуация, когда Сергей Махтанов просто взял и ушел из партии. Он ушел из партии. Был резко проведен буквально в один день региональный совет, либо конференция, которая взялась винила председателя. И председателем стала Лариса Трубицина. Это бывший член партии «Прогресса» и движение «Вместе». В целом, конечно, нас не пугала эта ситуация, и мы точно так же предложили объединение, процесс объединения и Ларисе Трубициной, но, к сожалению, нам было отказано даже в принятии нас в члены Парнаса. И дальше мы просто целое лет практически потеряли на то, что мы вели переговоры о создании демкоалиции. Мы несколько раз садились на переговоры, за стол переговоров, с тем, чтобы провести объединение, чтобы подписать соглашение внутриобластное, которое касалось бы выборов законодательного собрания. И все-таки демократическая коалиция была подписана? Нам все-таки удалось создать демократическую коалицию в Вологодской области. Туда вошли партии «Пятая декабря», «Демократический выбор», «Партия прогресса», и чуть позже к нам присоединилась «Солиданность». Мы начали активную работу практически с августа месяца. Мы начали выпуск нашей газеты «Движение вместе», совместно с различными политическими силами. Мы начали участие в выборной кампании в Костроме, там, где РПР «Парнас» пробовала себя на выборах в ЗАГС собрания Костромской области. То есть частично мы ездили на наблюдение, частично мы ездили на агитацию. Но, в принципе, мы достаточно хорошо поучаствовали в этой кампании. По крайней мере, там, где были в Алакжане наша команда, там средний процент «Парнаса» превышал общегостромской, скажем так, областной результат. И в дальнейшем мы продолжили работу, подготовительный этап, как раз к выборам ЗАГС собрания Вологодской области, ставя на второе место выборы в Государственную Думу, куда я, наверное, как кандидат, без сомнения, хотел попробовать поучаствовать. Но тут мы столкнулись с неким рядом проблем, потому что когда демократическая коалиция заявила о создании, по сути, нового проекта, это волна перемен, когда все участники демократической коалиции на федеральном уровне могли бы спокойно идти на выборы, к сожалению, как раз в этот момент наступил значительный такой разрыв с «Парнасом», который в целом выпустил заявление, где он разорвал всяческие отношения с движением вместе, с партией «Прогресса», и вообще, на самом деле, даже с гражданскими активистами, что было самым удивительным в их заявлении. Я, естественно, веду речь об областном «Парнасе», о региональном его отделении, которое, образно говоря, шло немножко вне струи федеральной компании. Хотя, как показывает наш сейчас опыт, может быть, Вологда шла чуть-чуть впереди как раз общей федеральной компании, с учетом того, чем закончилась демкоалиция уже весной 2016 года. Это, конечно, был достаточно печальный момент, но мы не сдавались. У нас было главное то, что мы занимались работой. Движение «Вместе» и гражданские активисты, которые к нам присоединились, не оставляли самого главного. Мы не оставляли Волокжан и проблемы Вологды. Это бесконечный процесс работы над бесконечными проблемами, когда мы работаем в режиме, ну, такой достаточно большой организации. Иногда нас можно сравнить даже с целой администрацией. Столько задач и целей мы выполняем. Что касается выборов, то здесь, наверное, можно перейти плавно, по сути, к «Яблоку». Потому что как раз в этот момент, это было в ноябре 2015 года, мы начали сотрудничать с «Яблоком» как, ну, получается, перспективной партией по выдвижению в законодательное собрание Вологодской области. Я, на самом деле, сейчас до сих пор считаю, несмотря на те оценки, которые, может быть, будут даны далее, что компания с «Яблоком» была самой перспективной и могла бы стать отличнейшей компанией. Сейчас у «Яблока» могла бы быть фракция в законодательном собрании Вологодской области, что, впрочем, к сожалению, еще раз повторюсь, не случилось. Но в тот момент, в ноябре, мы начали сотрудничать с Николаем Егоровым, с руководителем регионального отделения, мы начали совместный выпуск газет. Мы практически с ноября месяца по март месяц выпустили 4 номера газеты, тиражом примерно по 70 тысяч экземпляров, которая замечательно просто расходилась по городу Вологде, и мы раздавали эту газету на улицах. Мы перешли, кстати, к новому формату, практически не разнос по почтовым ящикам, а 30-40% тиража мы старались раздавать из рук в руки, и мы знали прекрасно отклик избирателя, мы знали, что нашу газету любят, мы поднимали узнаваемость «Яблока» все это время, и я думаю, что это было такое, на самом деле, отличное начало и вход в компанию. В тот момент, когда мы пришли, скажем, к февралью месяцу, к решению вопросов о дальнейшем выдвижении на Государственную Думу кандидатов, списков, на Законодательное Собрание области, мы вели как раз вот эти переговоры с «Яблоком». Здесь, наверное, можно еще отвлечься немножко, и когда мы в феврале провели как раз переговоры с федеральным руководством, то есть мы встречались с Эмилией Слабуновой, здесь, наверное, возник такой основной момент, который повлиял в дальнейшем на ход всей избирательной кампании, и это момент, который связан с «Открытой Россией». Первое, что было нам заявлено в момент встречи с Эмилией Слабуновой, что «Яблоко» придерживается жесткой позиции, что денег у «Открытой России» брать нельзя. К сожалению, это сильно повлияло на наши дальнейшие планы, потому что я не видел ничего плохого в сотрудничестве с «Открытой Россией». «Открытая Россия» предлагала хорошие варианты финансирования, софинансирования кандидатов, причем они как раз выбирали тех реальных кандидатов, которые могут победить и эффективно участвовать на выборах в Госдуму, и тем более участвовать одновременно в выборах в своих регионах. В связи с тем, что, по сути, из-за «Яблока» у нас были динансированы все отношения и соглашения с «Открытой Россией», компания стала, скажем так, более тяжелой для нас, и создалась ситуация, когда как раз «Яблоко» потребовало от нас определенных гарантий. Эти гарантии являлись финансовыми гарантиями, и практически, когда мы подошли к вопросу в марте подписания соглашения с «Яблоком» о выборах в Законодательное собрание Государственной Думы, «Яблоко» сделало самое простое. Оно попросило с нас деньги вперед. По сути, нам был поставлен ультиматум, если я хочу выдвигаться кандидатом в Государственную Думу, если я хочу входить в общую областную часть списка, а те гражданские активисты, которые идут с нами, хотят в том числе участвовать в выборах и на определенных округах идти в Законодательное собрание, мы должны за все это платить. Тут у нас как раз возник основной спор с руководителем регионального отделения Николаем Егоровым по поводу того, чем отличается фандрайзинг или там краунфандинг, да, скажем так, то есть сбор средств на компанию, по ходу компании и то, что мы должны просто взять и, по сути, свое выдвижение «Яблоко» оплатить. Это был большой спор. Мы начали вести долгие переговоры, практически мы подготовили примерно 6 или 7 соглашений. Одно из них Николай Егоров недавно опубликовал у себя. 6 или 7 соглашений по различным вариантам выборов. В конце концов, эти переговоры закончились ничем и надо, к сожалению, опять же признать, что коалиция с «Яблоком», хотя это была, еще раз говорю, самая перспективная коалиция, она развалилась. Развалилась из-за того, что «Яблоко» поплатила деньги вперед и образно обвинила нас в том, что мы их в дальнейшем можем кинуть с тем, что мы не соберем денег. Сейчас, уже зная итоги выборов, мы знаем, что та же Московская область, Химки, показали отличный результат, хороший результат, поправлюсь. Владислав Наганов, который шел, в том числе, в законодательное собрание области, Московской области, и шел в городской совет Химок, стал депутатом городского совета. Как раз там, где была совместная работа Владислава Наганова, партии «Прогресса» и партии «Яблоко». То есть мы знаем, что эти положительные примеры есть. И сейчас, вот честно говоря, смотря на результаты выборов, смотря на результат «Яблока», я до сих пор абсолютно уверен, что «Яблоко» могло получить двух-трех депутатов законодательного собрания при введении общей кампании. Недопонимание, которое возникло, и те проблемы, которые возникли с расторжением, договоренностей, я думаю, что плохо сказались прежде всего на «Яблоке». Конечно, мы не смогли также участвовать в выборах, то есть эта проблема была о выдвижении, соответственно, меня и на ЗАГС-собрании по заречью без сбора подписей. Это выдвижение, соответственно, могло бы быть от «Яблока» в Государственную Думу, это участие в общей областной части списка, и меня, и, скажем так, участие в ЗАГС-собрании Ольги Смирновой, которая могла бы по западному округу выигрывать как одномандатный кандидат в этом случае. К сожалению, всего этого не произошло. Если честно, я считаю, что все это связано с тем, что на «Яблоко» было оказано давление. Им просто угрожали тем, что если они включат свой список «Дамажирова», их снимут целиком полностью. Скорее всего, они на эту разводку, я бы так сказал, повелись, они испугались, ну и решили играть вот такую необъединительную, а самостоятельную игру. Опять же, вот этот фактор объединения, вот этот запрос общества в очередной раз, по сути, был потерян. Правильно ли поступило «Яблоко»? Я не знаю, может быть, оно поступило и правильно, но их результат показывает, что разницы, сняли бы их с выборов вместе с нами, или не сняли с выборов, но они не прошли в ЗАГС-собрании, никакой нет. Получается, в очередной раз, идя на поводу властей, и не идя на некий риск, «Яблоко» в очередной раз выступило просто таким игроком, ну, изобразить конкуренцию, изобразить то, что на этом поле есть некий демократический кандидат. Но, опять же, ситуация с «Яблоком» позволила нам идти дальше, и в связи с тем, что произошел разрыв отношений с «Яблоком», у нас появилась отличная идея от Петра Милованова, это член партии «Демократический выбор», именно со списком партии «Демократический выбор» на ЗАГС-собрании. По сути, это была наша третья попытка идти в ЗАГС-собрание на каком-то либо объединительном начале. То есть мы объединяли партию «Демократический выбор», «Партию «Прогресс», «Движение вместе» и «Гражданских активистов». И как раз это и было, опять же, уже третья наша замечательная идея по формированию списка в ЗАГС-собрании Вологодской области. Вообще, чтобы закончить вот эту тему с «Яблоком», по сути, сейчас мы, я, точнее сказать, да, предложил Николаю Егорову провести дебаты, как раз выразить эту позицию в какой-то полейнике совместной. И, возможно, да, это какая-то часть претензий, которые могут быть предъявлены друг другу, а, может быть, это как раз выяснение того вопроса, который в конце концов и привел к результату разрыва отношений. Ведь вопрос был не только там, скажем, все-таки в финансах, да, которые были предъявлены, вопрос был не только в давлении там, точнее сказать, давление-то в любом случае власти было на «Яблоко», но очень большой вопрос был как раз в том, что нам в какой-то момент переговоров вдруг стали предъявлять претензии за наши амбиции. И на самом деле самым диким заявлением во время переговоров вдруг возникло то, что мы якобы претендуем буквально на все Вологодской области. То есть чуть ли мы не хотим захватить весь список. Вот из 17 одномандатных округов мы просили только два. Это Заречный и Западный округ. Мы просили второе место в общей областной части списка для того, что, опять же, я тянул этот список вверх. А нам заявили о том, что вы хотите очень много, вы хотите все. Соответственно, я говорил о том, что выборы депутата Госдумы по сути являются лишь частью кампании, которая позволяет нам раскручивать выборы в ЗАГС собрании. Именно Законодательное собрание – это основная цель этих выборов. Как раз создание фракции в Законодательном собрании и была основной идеей. Но, к сожалению, этого не понял ни Николай Егоров, это не понял большинство яблочников, хотя какая-то часть, конечно, это поддержала. Но именно вот эта ошибка Яблока, я считаю, что привела к тому, что Яблоко не могло оказаться в ЗАГС собрании в этот раз. Естественно, тут был фактор такой, да, Яблоко вело переговоры со Свитином. Естественно, им был нужен ресурс Эхо Москвы. Это, конечно, замечательно, что ресурс Эхо Москвы, но вопрос в том, что тот же Свитин просто поставил нам блок, вот, на Дамажирова, полная цензура, Дамажирова не должно быть в эфире. Да, Свитин пошел на соглашение с властями, которое пообещало там финансовые преференции, бизнес преференции, ну, либо угрожал на пару бизнесу Свитина. И, скажем так, ведь у нас были замечательные передачи, мы успели провести цикл из пяти передач, покупая эфиры в январе-феврале 2016 года. Потом это все прекратилось, вот до сих пор ответа Эхо на письмо наше о конструктивном диалоге, о подписании соглашения до сих пор ответа нет. И, скажем так, яблоко, включая там свой список Свитина, включая ресурс Эхо Москвы, но отказываясь, грубо говоря, там, от Дамажирова, рассчитывала получить результат. Но результата нет. И это печально, я думаю, что для, не только для яблок, это печально для всего демократического избирателя Вологды и Волгодской области. Ситуация, что мы не идем в ЗАГС Собрание ни с Парнасом, ни с Яблоком. Как раз буквально это был примерно конец апреля или середина апреля. Петр Милованов из демократического выбора предложил нам идею попытаться собрать подписи в ЗАГС Собрание в парте «Демократический выбор». Эта идея абсолютно нам понравилась. Она была отличной, потому что, во-первых, «Демократический выбор» это новое название. Оно, скажем так, не имело абсолютного антирейтинга, как Парнас. Оно не имело частичного антирейтинга, но, конечно, и рейтинга яблока. Но, опять же, благодаря тому, что можно было возглавлять список мне и, например, Ольге Смиловой, то есть я предложил ей участвовать в общей областной части списка, это дало бы огромный толчок и шанс к тому, что мы можем выиграть, опять же, один или два списочных мандата в ЗАГС Собрании области. Но именно этот момент доказал в очередной раз, что власти Вологодской области категорически испугались любого нашего участия в выборах в ЗАГС Собрании. Они испугались этой политической конкуренции от нас, которую мы несли. И, по сути, дальше была проведена такая огромная спецоперация вологодских властей, в которой было задействовано Минюз, ЗАГС Собрании, правительство области, когда они просто начали огромное противодействие. Оно началось с того, что Минюз полностью заблокировал изменения в устав организации, когда Анатолий Грязнов должен был... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова